5 февраля 2022 года. Привет, привет, дорогие друзья! Сельские дороги Ирландии. Это теперь наши будни. Рафаил, как вы знаете, купил велосипед и теперь на велосипеде обследует все окрестные территории, строит новые маршруты, изучает все для того, чтобы делать для вас видеоэкскурсии на нашем сайте ТОПОС. Ну и, конечно, снимает материал для блога здесь, на Ютьюбе. Рядом с нами находится очень много исторических мест. В Ирландии переплетаются удивительным образом горы, древние и современные герои и святые. Вот об этом и будет сегодня наш рассказ. В соседнем от нас графстве Арма есть древний монастырь, монастырь известнейшей ирландской святой преподобной Монины. Вот туда мы и отправимся с вами сегодня и немножко узнаем о горах, героях и наших ирландских святых. Сельской Ирландии. Примерно какие-то 10 километров от города Ньюри я отправляюсь в путь. Вот действительно, на велосипеде это самый лучший способ ознакомиться с этими местами, когда едешь на машинах. Слишком быстро, иногда не всегда можешь парковаться, останавливаться. А вот действительно, вот использование велосипеда для меня это способствует более быстрое ознакомление с местом. Вот мы сейчас, это городок Кэмлох, вот недалеко от озера, у подножия горы Кэмлох. В этом городке также и родился один из героев современной Ирландии. Он воевал также в организации за независимость Ирландии. Вот во время атака на солдатов англичан поймали и его, и его товарищи. И вот отношение в тюрьме было очень жестоким, поэтому он объявил голодовку. И во время голодовки он умер, ему было 24 года. Ирландцы вообще очень любят своих героев, и современных, и древних. И места, по которым сегодня мы с вами путешествуем, как раз связаны с именем самого известного древнего мифологического ирландского героя, имя его Кухулин. Вообще-то юношу звали Сетанта, был он полубогом, получеловеком, и был он невероятно сильным и мужественным. И вот однажды царь как раз таки этой местности, которого звали Кулан, пригласил его на пир. Юноша немного опоздал, а царь задумал хитрую ловушку. Он выпустил своего свирепого волкодава, огромного пса, который и встретил юношу у ворот. Недолго думая, Сетанта взял прощу, и как когда-то Давид убил Голиафа, запустил камнем в глотку этому псу. Пес сдох, а царь очень опечалился. Это был его любимый пес. Когда Сетанта понял, что он сделал и увидел непритворное гури царя, он сказал, о царь, прости, что я так поступил, я защищал свою жизнь, давай я буду теперь служить тебе вместо этого пса, пока не вырастет новый щенок. И вот так он получил свое прозвище Кухулин, что означает пес Кулана. И Кухулин действительно это образ и национального достоинства, и мужского достоинства, и также возрождение Ирландии как независимой страны, также связано с Кухулином. Ирландский поэт Уильям Баттлой Йейтс писал много тоже цикл пьес для национального театра Ирландии, где как раз рассказывает история про Кухулин. Так что действительно вот каждый достойный вот ирландский вот мужчина, он в каком-то смысле тоже Кухулин, и он вдохновляет и тех партизан или, ну некоторые считают их террористами и так далее, которые боролись тогда за независимость Ирландии, а те, которые борются и продолжают сейчас в парламенте бороться за независимость Алстера от Великобритании. Вот открываются уже горы Гульон, и вот эта долина под нами, это озеро Кэмлох. Это на самом деле образовалась, это очень крутая долина от еще в ледниковом периоде, и когда лед стал таять, вот образовалась вот эта очень большая трещина. Как ни странно, но вот эта вот погода и эти горы мне немножко напоминает зимного Галилея, никак не летного Галилея, но зимой, когда ты, например, также на велосипеде около горы Фавор, очень похожее настроение, даже вдруг как-то на Галилейском озере похожее, только чище немножко. Вода в озере чистая, мы знаем уже, что в этом озере местные летом купаются, многие ловят рыбу. Рафаэл говорил, что потрогал воду, она не такая была холодная, и он говорит, если бы у меня с собой было все необходимое, даже нырнул бы. Но в Ирландии действительно местные купаются некоторые прямо круглый год, но, конечно, все-таки для этого нужна закалка. Вода объективно все-таки холодная, к ней нужно привыкать. Да еще и погода меняется моментально. Смены пейзажа, то солнце, то радуга, то вдруг неожиданно дождь, тучи, туман, даже град кратковременный какой-то, это буквально вот все происходит на твоих глазах в течение там нескольких часов. И, конечно же, весь этот пейзаж, вот все вот эти горы, поля, деревья, вот это даже серое северное небо навевает такой эпический, героический, аскетический дух. И это не просто фантазия или какие-то игровоображения, да, действительно в этих горах подвязалось очень много подвижников. Ирландия первого тысячелетия – это центр монашества, это центр учености, это действительно родина более 500 подвижников, которые были известны, и почитаемы во всем мире, но успешно были забыты к нашему времени. И даже многие православные, живущие даже здесь, да, ничего о них толком не знают. Но есть, слава богу, немало гидов местных англоязычных, которые стараются этот пробел заполнить и вводят специальные даже группы, рассказывают, но не так много людей действительно вот в этой теме, скажем так. Ну, наверное, это происходит от того, что большинство православных здесь всё-таки это, конечно, иммигранты из разных стран. Местных православных довольно мало. А вот местные католики и протестанты, ирландцы, конечно, своих святых знают и почитают, и мы с вами сегодня даже немножко в этом убедимся. Конечно, это рай, настоящий рай для велосипедистов. Дороги очень удобные, более удобные, кстати, чем городские. Очень гладкое такое шоссе. Можно иногда даже оставлять велосипеде в сторону, привязать, конечно, вот у меня ключи с собой, и прогуляться вдоль озера, то, что я и делал. Очень хотелось искупаться, но у меня просто ничего с собой не было, и просто не хотелось потом кататься мокрым на велосипеде. Но, тем не менее, вот можно видеть эти камни, вот можно представить себе даже, что какие-то ирландские феи или русалки там иногда сидят. Нет, не переживайте, я потом домой вернулся всё-таки к своими. Хоть есть очень много рассказов, где рассказывают, что какой-то пастух по своей козы, и вот там какая-то утонувшаяся там красавица или там фея как бы уловила его, и всё, он попал как бы вот в другое царство. Да, существует в Ирландии представление о разных параллельных мирах, и это ощущается здесь, и когда ходишь, и когда катаешься. Вот, по сути дела, гора Гульон. Я продолжаю маршрут в сторону юга, да, от озера, скоро прощаюсь уже с этим озером и отправляюсь уже на территорию места, которое называется Килови. Как раз Килови — это и есть то место, где святая Мунина основала монастырь в V веке, прямо у подножия горы Гульон. Интересно, почему именно такое место она решила, она выбрала. Наверное, она хотела осветить вот это мифологическое, героическое место другим героическим подвигом. А что за подвиг? Это подвиг христианства, жизнь во Христе. Когда-то на этой земле герой кухоли надерживал невероятные победы, один побеждал целое войско, защищал от врагов родную землю. И вот, наверное, святая Мунина, поселившаяся именно в этих местах, хотела в сознании своего народа преобразить значение этих подвигов и объяснить, что главная победа не над врагами внешними, а над врагами внутренними, то есть над врагами невидимыми, бесами, демонами, которые смущают, толкают людей на грехи, преступления, войны, опять же. И вот именно она и монахиня её монастыря в этих местах молились, принимали огромное количество людей, которые к ним приходили. А также, конечно же, святая Мунина, как и все святые того времени, очень много ходила по ирландской земле и проповедовала. Монастырь святой Мунина – это, в принципе, один из самых древних и важных монастырей Ирландии вообще, не только как территория Арма или Северной Ирландии. Это один из самых-самых аутентичных мест для монашества в периоде первого тысячелетия. Интересно также, что вокруг места образовалось кладбище, то есть верующие католики, которые жили на этой территории, они продолжали сюда ходить, они посещали это место, молились святой Мунину как угодница, как она вообще покровительница этой территории, и Арма, и Каунтидаун, потому что она была местная, она здесь родилась, то есть в отличие от святого Патрика, например. Так что то, что мы видим здесь, это две разные церкви, одна из них более ранняя, это IX-X век, другая более поздная, вот уже XIV века, однако на этом месте сама Мунина в середину V века основала монастырь. Не то, что она здесь жила всё это время, она вообще-то была отчельницей. Её вид отчельничества похож на отчельничество, которое мы встречаем в Египте и даже в Палестине, в пустыне Святого Града, то есть как Святой Харитон основал монастырь, потом пошёл иногда в пещеру подальше от братьев, так же и Мунина. А вот мы уже у её могилы, здесь она была похоронена. Не все в этом верят, но я уверен, что это действительно есть основание думать, что под этой гранитовой плиты действительно была похоронена святая Мунина. Я тут стоял довольно долго и потом встал на колено им, помолился, и благодать была очень ощутима, вот это утешение, которое чувствуешь в местах Христовых. Почему Христовых? Потому что угодники Божьи, они воплотили в свою жизнь вот эту жизнь богоугодную. Могила чуть-чуть находится ниже уровня кладбища, но очень скромная. Видите, вот окружена мхом и ветвы, которые падают туда. Но в этом тоже есть что-то очень трогательное, на мой взгляд. То есть идём дальше, недалеко от монастыря есть дорога, которая ведёт нас уже в самом слив гульон. То есть на небольшом холме, который возвышается над монастырём, есть источник, это древний источник, который существовал даже в дохристианских времён. То есть, получается, здесь молились и ирландцы, и язычники. Но это уже место освящено уже присутствием святой Манино. Также здесь есть дерево, которое... Вот есть такое обычай у ирландцев, они, паломники, ходят всю эту дорогу. Дорога, кстати, довольно скользкая и нелёгкая, да, особенно зимой. И вот паломники, когда ходят от монастыря до источника, вещают на это дерево свои платки или чётки, или кресты, кое-какие другие вещи. Интересно также, что связь Манино с этими горами мифологическими, это не только территориальная связь, она сама была из этих родов царских. Её отец был царь Мхата, это территория, которая как бы была здесь. Вот как раз источник, он был... Вот этот памятник над источником был построен в 1929 году. И вот я иду, подхожу к воде. Вода замечательная, конечно. Местные жители рассказывают, что эта вода помогает от болезней глаз и проблем со зрением. Древние ирландские монастыри – это удивительные точки. Хотя нету здесь сейчас монахов. В XVI веке этот монастырь, как и все другие, был уничтожен английской реформацией. Но, тем не менее, здесь особо сильно чувствуется вот этот синтез между землёй и небом, водой, камнями, воздухом, деревьями, древними историями и преданиями о героях, о подвижниках, которые здесь жили. Ощущается намоленность этого места. И в этом смысле действительно ирландская земля уникальна и ждёт ещё многих и многих открытий. Мы надеемся, что мы сможем выходить в эфир как можно чаще. Рафаэл готовит сейчас экскурсию к монастырю Святой Манины для Топоса. Не забывайте, что наши экскурсии, полноценные экскурсии и по Святой Земле, и по Ирландии можно смотреть на сайте Клуб Путешествий Топос. Ссылочка есть под каждым видео на Ютубе. Друзья, до скорых встреч. Мы благодарим вас за внимание. Если видео понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и поделиться этим видео с вашими друзьями. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok